добрый вечер дорогие мои дорогие давайте посмотрим игру темпуса он играет красным и игрока питер вин он играет сиреневым что можно сказать питер вин в правильном месте построил свой темпл но зачем-то построил варкшоп до того как сделал големов тем самым он подорвал свою экономику теперь у него на 800 штур пауэр меньше чем у игрока темпуса темпа сделал все правильно сначала построил големов после того как он собрал 800 штурм пауэр он построил вин варкшоп также темпус мы видим не тормозит как только вин варкшоп был готов он решил что вместе с этим он и будет играть и побежал строить свой первый аутпост на первом аутпосте он также не парился сразу же сделал големов все правильно но подключил он горела голема мы видим таскаю штурм пауэр западной стороны гейзера подключил он как-то с юго-востока снизу в общем непонятно также он не попал не в гейзер не в остров теперь он сидит раздумывает как же ему подключить этот проклятый второй остров чтобы построить второй аутпост немножко он растерялся на мандраж какой-то присутствует темпус тем временем решил сыграть два варкшоп старт отвратительно он подключил гейзеры посмотрите в каком безумии построены эти мосты к тому же сверху хотя я темпусу просто все разжевал всю информацию и мы всем даже тренировали как нужно подключать гейзеры но мы видим память короткой он все забыл отвратительно подключены все гейзеры голема у него ходят три часа и приносят 200 кристаллов так сказать в час по чайной ложке но темпус правильно после постройки двух воркшопов отправился строить свой аутпост но так как простите питер вин а темпус так как сыграл один воркшоп старт и выиграл тем самым время уже успел построить два вот пост она делала огромное количество големов сейчас у темпуса огромное экономическое преимущество апгрейдов он еще не делал питер вин после постройки аутпоста не сделал никаких големов также на острове у него по-прежнему гуляют три парня экономику у него сейчас можем сказать на нуле не атаковать не защищаться он сейчас не в состоянии к тому же у него два гейзера небезопасная кемпус со своей стороны легко бы арбалетами все расстрелял если бы захотел как я ожидал он сделал апгрейд у него огромное количество сейчас штурм пауэр но он пока не знает как пройти поближе к питеру вину как к нему подобраться как его обстрелять расстрелять вот он нашел лазейку питер вин не увидел не закрыл единственную лазейку мы видим питер вин сделал апгрейд тем самым убивая свою экономику вместо того чтобы настроить големов он делает апгрейды к тому же он сделал два варкшоп старт хотя не умеет играть теми юнитами которые ему предоставляют сан варкшоп неправильно поставлены вентаверс заблокирован только один арбалет мы видим темпус не контролит големов гуляют они сами по себе если бы питер вин сейчас это увидел и забил големов игра бы выровнялась темпус свою ошибку понял из-за контроля у големов подключил гейзер и наверное переправил големов сюда сейчас его големы придут собирать этот безопасный гейзер не стала дальше захватывать карту вернулся к себе на остров за подмогой строит он рэйн варкшоп я считаю хороший выбор здесь же что случилось мы видим темпус построил два арбалета сейчас ему пауза нужна возможно у него там кто-то звонит на телефон или еще что-то я хочу вам объяснить вот эту ситуацию темпус построил два арбалета которые стоят около тысячи питер вин построил их 2 винта варс который стоит в два раза дороже то есть неэффективная защита питер вин потратил в два раза больше на защиту чем темпус на атаку из предыдущей игры ему понравились веер базы к сожалению я не записал эту игру смешная была игра питер вин баллоном хотел забрать моего священника но не забрал не увидел чтобы он его не подобрал но был полностью уверен в том что священником моего с кому не сделал убежал на радостях к себе на домашний остров продал тандыр варкшоп построил там алтарь подвел баллон баллон направил на алтарь и оказалось что баллон то пустой священник ему нет мой священник спокойно уже был у себя на острове и посмеются над питером вином очень смешная игра была к сожалению записалась но из игры он из этого усвоил что веер база хорошая дешевая вещь не напрягает экономику но мы видим питер вин так и не научился собирать штурм пауэр ни големов у него ничего нету не баллонов гейзер у него заканчивается осталось 1200 штурм пауэр после чего игра будет автоматически выграно темпусом темпус запускает апгрейд интересно что он там возьмет наверное возьмет там ice cannons так как первым его выбором было а из генератора и ice towers наверно после апгрейда он возьмет еще и из камин игра постепенно выровнялась но это лишь видимость так как у питер вина закончилась штурм пауэр домашняя теперь его големы пойдут вот в этот гейзер ближайший где скорее всего темпус и закончат существование этих големов питер вин строит третий аутпост всего лишь одного голема темпус же запустил в производство корабли тем самым ему не нужно строить новое аутпост а так как они оба играют с севера у них гейзербак и много аутпост они так уж и нужны скоро будут появляться респауны давайте посмотрим время нажмем т до десятая минута уже идет скоро начнут появляться респауны респауны начнут появляться прямо вот здесь вот вверху так что кораблям не нужно будет далеко летать а не будут собирать себе с удовольствием респауны голема бесстрашные парни ходит где захотят по видимому они также идут вот в этот гейзер так как он ближайший хотят отобрать штурм пауэр у питера и на голема питера вина куда идут мне непонятно они идут прыгать ну что ж как говорится бог в помощь ну смотрите произошло чудо питер вин за контролем голема я впервые такое вижу видимо скилл растет также он увидел вот этих отважных парней которые подошли отобрать гейзеры которые по идее принадлежат питера вину но я думаю в скором времени питер вин будет сдаваться так как собирать то ему нечего а вот об экономике он как всегда не позаботился а мы знаем что вы для войны нужны только три вещи это деньги деньги и еще раз деньги вот до темпуса это дошло а питер вин пока не доходит вот он делает наверное вторую попытку построить аутпост сейчас он здесь попытается построить аутпост но гейзеров в округе нету ему придется спуститься вниз так как здесь есть гейзер здесь есть далекий гейзер который был бы неплохо собирать баллонами например так как у него и сам варкшоп также здесь есть два гейзера но пробраться на этот остров сложным ему придется идти вот таким маршрутом вниз потом направо вверх у темпуса большое сейчас экономическое преимущество мне сложно предположить сколько у него сейчас штампауэра но это огромное количество ему бы сейчас по хорошему следовало построить андр варкшоп и за счет большой дальности может быть даже устроить и сломать атаку или используют андр канонс как снайперов и расстрелять аутпост и юниты издалека петра вина мы видим голем они унимаются ненавидят они этот гейзер все время сюда идут но арбалет закончил их существование а мануар сейчас закончит существование петра вина вот он пишет что-то ясно все короче видимо он уже сдается украл кристалл вероятно что-то задумал хотя могу построить здесь аутпост за секунду собрать гейзер построить здесь аутпост но почему-то решил священникам украсть кристалл смотрите как я предполагал он построил баллон почему-то только один петер вина негодует негодует откуда у темпуса такое большое количество airships ну темпус все делал правильно несмотря на то что он не является игроком в над шторме наверно он играет какие другие онлайн игры но в целом темпус все делал правильно и придраться к нему сложно возможно если бы он поиграл бы лет десять как я то был бы даже лучшим игроком чем я кто знает он очень быстро освоился в над шторме хотя сыграл всего лишь несколько игр но мы видим он уже играет недостаточно уверенном уровне и в стратегическом в глобальном плане он все делает правильно он и 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 Ну что ж, хорошая игра получилась, интересная Пожалуй выложу её на ютубе